Андрея Николаевича представлять не надо, все его знают. Я обратил внимание, что над этой работой работа была очень интенсивная, потому что у меня в списке 5 акторов, а тут я вижу уже 8. То есть в Донецкой к ней прибавились акторы и добавили новые. И название изменилось. И название изменилось. Андрей Николаевич, пожалуйста. Спасибо. А как закрыть то, что тут в центре экрана? Ты кликни на нее. Просто принять? Понятно? Понятно. Да, понятно. Понятно, да? Все хорошо. Согласен со всеми условиями. Хорошо. Замечательно. Да, у меня очередной эксперимент, поэтому не нравится. Вызвольте моя кафедра. Два года тому назад защищалась Ульяна Никлюдова, защищалась она в университете Вены. И одним из ее оппонентов был очень известный зоолог датский, профессор Клаус Нилсон, который после того, когда посмотрел ее публикацию, он отказался быть оппонентом. Угадайте причину. В каждой из публикаций было, по крайней мере, пять-шесть авторов, хотя она была первой. И вот этот человек, которому 85 лет, который абсолютно перезвоночный человек, продолжающий активно работать в науке, он сказал, а как я могу оценить вклад диссертанта вот в эту работу? Я сначала не понял, а потом понял. Он человек старой школы. Все его публикации максимум включают два соавтора. Он и, допустим, его аспирант. Или еще что-нибудь. У нее нет других. Или он один, или только два человека. А мы живем с вами во времена больших данных и больших команд. По сути дела, никого уже не удивляет, если количество соавторов измеряется десятками даже. А вот мы с Ольгой Николаевной и Натальей Николаевной в прошлом и в этом году поучаствовали, если можно так выразиться, в работе из таких двух больших коллективов. У нас вышло две статьи в хороших журналах, и я решил порадовать кафедру, если угодно, квинт-эссенции из того, что мы попытались сделать. И, как вы видите, количество авторов в обоих случаях достаточно великое. Это люди из полутора, если не двух десятков стран, коллеги, и преимущественно они включены сюда, в число соавторов, потому что они собирали материал для этих статей. Так чаще всего и бывает. Но на самом деле понятно, что зачастую в мультидисциплинарных исследованиях участвуют люди из нескольких лабораторий, и вклад их вполне себе может быть равноценен. Поэтому не обязательно только сбор материалов, но и данные и так далее. В данных случаях, в обоих этих случаях, в каждой из статей два-три ключевых автора, и, соответственно, все остальные – это те, кто присылал материал. Но материал – это зачастую бесценен. Без этого материала эти бы статьи не осуществились. Это очень интересно на самом деле. И вот я решил рассказать о двух этих статьях именно потому, что они характеризуют именно такой подход к исследованиям и публикациям, и то, что из них, собственно, вышло. Сейчас период больших филогеней. Если вы посмотрите подборку в крупнейших журналах, включая Science, Nature и так далее, период осмысления взаимоотношений в пределах каких-то групп между теми или иными таксонами – это очень значимая и серьезная вещь, которая знаменует определенный этап развития биологии. Несколько лет назад здесь, в 90-й аудитории, выступал Андреас Хейноль, которому присудили недавно имени Ковалевского. Он сказал, что «Ребята, мы живем в счастливое время, еще 3-5 лет, и взаимоотношения между всеми основными группами будут разрешены». То, над чем билась зоология на протяжении 150 последних лет, возникали какие-то школы, так сказать, мы верили и не верили в эмбриологию или палеонтологию и так далее, все эти гомеоплазии, которые мешали гомофлазии выяснить взаимоотношения между группами – все. Пришло время во молекулы, мы в конечном итоге, отвестировав математический аппарат и собрав репрезентативные выборки, мы можем сказать, как они друг с другом взаимоотносятся, какими они являются родственниками и так далее. Как вы видите, здесь вот такая работа впервые, очень мощная работа была выполнена на мшанках, преимущественно это хелостомные мшанки, самый разнообразный, доминирующий, самый успешный на настоящий момент таксон, отряд. И вы видите по количеству образцов, по количеству видов, да, и то, что это, в общем, впервые практически там 10% от всего родового разнообразия, которые мы на настоящий момент взяли, это очень много, потому что родов там более 1400, и даже то, что мы взяли столько, уже очень неплохо. Вот. И кроме всего того, что мы, да, очень хороший результат, попытались построить какую-то более-менее приемлемую филогеню, выяснилось, что она прекрасно легла на скелепную морфаузу. Вот это чудеса. Потому что очень часто, как только появляется молекулярная филогения, систематики перестают, как бы, здороваться с молекулярщиками, потому что, на их взгляд, это не лезет ни в какие ворота. Вот в нашей ситуации это прекрасно бегло. Но в 85% случаев это точно так, как говорили раньше классические токсонамисты, использующие скелеты. Вот. И это очень-очень радо. Второй момент очень интересный, который был использован благодаря тому, что в данной работе, как бы, ее инициировала математик, удивительное дело, да, это то, что кроме филогении была сделана попытка выяснить время дивергенции различных линий, используя методику, обозначаемую как молекулярные часы. Вот. По крайней мере, многие из вас об этом слышали, да, и существует некая группа постулатов, сумма постулатов, которая позволяет нам приблизительно хотя бы оценить время возникновения тех или иных групп или расхождение тех или иных ветвей. Если мы посмотрим на эту табличку, то увидим, что мшанки возникают, судя по скелетной, вот палеонтологической летописи, в самом низу Ордовика. Вот это вот фервенцы, что называется. До этого ничего нет. До этого идет кембрия. Кембрия достаточно длинный. И в кембрии ничего еще не существовало. А тут они вот бах, и вот такой вот, так сказать, букет или газон, если угодно, да, вот скелеты появляются. И мы всегда так и считали, что нижний кембрий, и я всегда, когда читал лекцию студентам, я говорю, мшанки особенные, сплошные исключения. Все не так, как у всех. Вот, в частности, они возникли. Все остальные кембрии возникают, а мшанки возникли в Ордовике. Потому что у нас не было никаких доказательств, чтобы утверждать, что они возникли раньше. Ископаемой летописи не было. И тут в 21-м году он наконец-то выходит стать. Я, боже мой, мы нашли кембрийский мшанок. Ура, 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 мы бегали. Вот, посмотрите, в прекрасном состоянии. Так сказать, какие великолепные зооиды. Да, вот сравните их с современным альцианидиумом. Ну, великолепно. Тем более, что они, возможно, даже были слабо обозисклены. Радость наша еще усилилась после того, как была опубликована Science Advances. Вторая статья других авторов, которые тоже в кембрии находят какие-то очень похожие на других ископаемых тушанок, ископаемые образцы. И, в общем, радости нашей не было предела. Мы сказали, а, ну ладно, пусть даже в этом мы не исключительные, но, наконец-то, мы знаем, что мшанки возникли в Кембрии. Но радость была недолгой. Поскольку в Nature в этом году публикуется статья, которая говорит то, что вы считали мшанками, вот это бурые водоросли. Получите. Распишитесь. То есть полностью опровергнута была первая статья, но вторая, вот где я вам показывал вот эти вот трубочки, опровергнута не была. Вот здесь, кстати, можно выключить, Юрий Сергеевич, пару видов лампочек. И вот это вот все, в общем, да, мы верим, что это, в общем, наверное, мшанки, потому что для Книдарей это очень маленькое все, неожиданно маленькое. Это не могут быть табуляторы. Хорошо. Хорошо. И вот тут мы приходим снова к этой парадигме молекулярных часов, которая говорит о том, что мы можем датировать те или иные филогенетические события, определяя, так сказать, время этой дивергенции по некой более-менее постоянной скорости мутаций тех или иных мономеров, которые связаны с нуклеиновыми кислотами, то есть с аминокислотной последовательностью, консервативные какие-то. И вот, допустим, какой-то пример, который показывает количество мутаций, насчитанных там или иначе, так или иначе, позволяющие нам вот это время дивергенции, допустим, тех же самых прокариот и аукариот, определить и положить их на временную шкалу. Соответственно, математический аппарат очень сложный. Я не являюсь экспертом в этом. Я хотел только сказать, что на самом деле и есть одна такая очень важная штука. Молекулярные часы – прекрасная вещь, но она резко диссонирует ископаемые летописи. В подавляющем большинстве случаев. Я читаю курс палеобиологии, и я постоянно примеры того, каким образом датировка молекулярная уводит нас в совершенные глубины времени, тогда как ископаемые остатки появляются относительно недавно. И вот эта несостыковка, как вы видите, вот то же самое, возникновение метазой, возникновение эвометазой, это то, что нам показывают молекулы. Да, вот то, что нам показывают ископаемые губки, возникают на 200 миллионов лет позже, чем на это указывают молекулы. О чем это говорит? Да, это вот ископаемые, так сказать, вот эти вот самые эоацитии, цилиспонги, которые нашли достаточно недавно. И это то, что принимается как за реально существовавшие губки, а не какие-то там конкреции, как очень часто бывает в палеонтологии. И у него возраст 635 миллионов лет, но не отнюдь не 780. Да, и то же самое с первыми эдиакарскими многоклеточными животными, возраст которых, ну, 580. Ну, там 590 миллионов лет, но уж никак не 700. То, что опять, что нам указывают молекулярные часы. Правда, вот тут совсем недавно я решил вот это вот включить, картинку, Ну, коль скоро она интересна, якобы нашли губку возрастом 890 миллионов лет. Это, как же он называется-то этот период? Криогениан. Это могучее-могучее оледенение, которое превратило Землю в снежный шарик. И вот в это время якобы в осадочных породах морских появляются окаменелости, идентичные спонгину современных демосфоний. Ну, вот, геологи долго носились, открыли, не палеонтологи, открыли геологи. Вы посмотрите, это вообще удивительная штука, что в Nature опубликовали статью с одним автором. То есть, какой там промоушен был, я не представляю себе, как это могло быть. В общем, радость была недолгой, потому что на эту статью ополчились, видимо, мне надо нажать «разрешить», так? Вот, ополчились, которую, по сути, написали геологи, петрологи, петрографы, которые занимаются, по сути, кристаллической структурой. Да, ополчились седиментологи и закрыли это дело. То есть, губки не возникали 890 лет назад. Вот здесь вот целая, как сказать, подборка факторов и авторов, которые, как бы, сказали, нет, не 890. Все-таки реальные такие, что ископаемые остатки звуков у нас датируются где-то 600, максимум 35 миллионами лет назад, но не позже. Итак, снова вот это дискорданс, здание соответствия между ископаемой летописью и тем, что показывают молекулы. Что касается мшанок. Мшанки представлены тремя крупными кластерами, это тремя классами иногда, которые иногда безранговую систему используют. И вы много раз уже о них слышали в этой аудитории Кольстора. И мы, и наши сотрудники, и студенты об этом вам регулярно рассказывают. Итак, филакталемные мшанки – сестринская группа для всех остальных мшанок. Удивительное дело, она, поскольку не обизвестовленная, то в ископаемом состоянии, особенно в пресных водах, сохраняются очень плохо. И самые ранние намеки на то, что существовали вот эти вот самые филакталемные мшанки или покрытороты мшанки – это остатки их статобластов, зимующих почек, у которых есть хитиновый панцирь. Соответственно, отпечатки этого панциря датируются поздней фермею. Открыты они у нас в России. Поздняя ферме, как вы понимаете, это чуть больше 380 миллионов лет. Ни о каких-то глубинах не идет. То есть это достаточно все рано. Ордовикские мшанки сохраняются либо в виде вот таких вот кастов, либо вот в виде следов сверлений, которые практически идентичны сверлением современных сверлящих мшанок. И вот это вот, в частности, не описанная одна из киностольных, то есть герновенных мшанок, оставшихся. Но ордовик, как я говорил, также представлен большим количеством скелетных форм. Вот одна из этих форм коренотрипа – тоже ранний ордовик. То есть я опять же сейчас иду, показываю то, что у нас есть в руках по ископаемой летописи касательно этой группы. И вот второй отряд, крупнейший настоящий маверки, в основном, на мшанке, они появляются в Верхней Юре. И вообще молодняк такой. Раньше о них ничего практически не известно. Скелеты появляются только порядка, я так скажу, 230-240 миллионов. Вот. Значит, вот это то, что мы имеем по скелетам. Эти две группы – Нижний Ордовик и это Нижняя Юра. Когда появились, непонятно. Предполагается, что раз такая вспышка была в Нижнем Ордовике, что-то существовало и раньше. Как я вам уже сказал, одна статья говорит о том, что да, были. В Кембрии ископаемые остатки уже мы получаем. И вот начинает работать тяжелая артиллерия. Статья, вышедшая в 22-м году, в основном она была посвящена пресноводным шанкам. Но когда они как бы применили метод молекулярных часов для того, чтобы оценить взаимоотношения во всех этих крупных кладах, выяснилось, что возникновением шанок приходится аж на Эдиакару 600 миллионов лет назад. Не на Кембрии, гораздо раньше. Вот. Кембрии начинается 542 миллиона лет назад. То есть на 40 миллионов лет еще спустили. А по ископаемым остаткам почти на 100 миллионов лет спустили. Вот. Тогда, когда возникают филоктолемы, это, соответственно, 552, это также почти Эдиакара, самая-самая верхняя. Здесь, в верхней Кембрии, возникают стенолемные имшанки. Соответственно, тоже раньше, чем было. Но, в общем, в принципе, приемлемо. Но вот это вот совершенно ни одни ворота не лезет. Мы говорили, что хилостомные имшанки в ископаемой летописи возникают в верхней июре. Они ставят середину Диона. Это уже слишком. Это 200 миллионов лет. И, собственно, статья, которую я анонсировал, собственно, в публикации которой участвовали мы с Ольгой Николаевной и Натальей Николаевной. Соответственно, здесь она немножко сбрасывает, так сказать, поменьше методики, как бы разные методы, которые использовались. На 50 миллионов лет снижает где-то до Нижнего Кембрия, самого верха Эдиокары, возникновение имшанок. Соответственно, филактолемы-то обособляются. Ну, в Кембрии годится. То есть то, что было. Но последний результат опять подтверждается. Там была у нас середина Диона, а здесь у нас карбон. Это близко. Ну, плюс-минус 30 миллионов лет. Извините меня, геологам это все равно. Вот, и палеонтологам. То есть молекулы однозначно, причем разные методики. И вы видели, здесь, так сказать, было больше полутора десяток метахондриальных генов. Большой анализ, да, два ядерных гена, огромное количество таксонов. И оно показывает приблизительно одно и то же. Вот. С этим считаться нельзя. И вот это, собственно, так сказать, краткая выжимка того, о чем я только что вам говорил. Вот результатов этого молекулярного анализа. И в него, в общем-то, хочется верить. То есть существовала очень долго бесскелетная фауна, о которой мы не знаем. Это тени, которые не сохранились в ископаемой летописи. Вот. И, конечно, вот это скандал. Вот это вот самый большой скандал. Это переворот, потому что отсрочить возникновение группы на такой период времени нужно, как бы, по крайней мере, не сразу бросаться или прыгать от радости, а думать, потому что, потому что. Вот это вот все великолепное разнообразие, да, здесь показаны скелетные формы, они возникают вот после верхней юры постепенно. Да, вся юра, весь мел, весь нижний палеоген. Это, скажем так, постепенное нарастание разнообразия без каких-либо диких взрывов, хотя кривая достаточно крутая. Но где же 200 миллионов лет была эта группа до этого? И когда мы это вот кладем на эту плодограмму, кладем на разнообразие в пределы таксонов и так далее, у нас получается, что 200 миллионов лет существовало 30, мы их называем shadow lines, да, или признаки, ghost lines иногда еще называют. Существовало очень большое разнообразие, о котором мы не знаем. И тогда закрадываются подозрения, потому что тут же были еще и другие признаки завязаны, в том числе размножение, то же самое выводковые камеры, то есть существовали семейства, которых мы знаем по скелетным остаткам только в мезозои, которые существовали или должны были появиться в полиозои гораздо раньше. И вот с этим часть коллег смириться не смогла и отказались от соавторства. Вот. Я, да, серьезно, Пол Тейлор в частности, и как бы он меня с собой не звал, потому что я один из идеологов этой статьи, потому что как раз вот все то, что было связано с размножением, и вот это, вот это как раз было на моих флечах, и я тоже критиковал это. Я говорил, ребята, давайте хотя бы часть этих результатов каким-то образом либо еще пересчитывать, или по крайней мере вынесем в заключении, в обсуждении, что, какие аргументы говорят против вот этих данных. Но руководитель проекта китаянка сингапурская, вот Лио, профессор, она категорически отказалась, она говорит, мои цифры это показывают, мы это будем публиковать. Ну хрен с ним, опубликовали. Ну и в результате я могу как бы вот этот опыт работы с математиками охарактеризовать следующим образом. У нас нет ничего, кроме ископаемых остатков, в реальных, которые могли бы халибровать это самое молекулярное дерево. То есть это те реперные точки, которые позволяют нам, по крайней мере, говорить, да, вот здесь оно точно было. Если этого нет, соответственно, это превращается в гипотезу. Да, по-другому нельзя. Ну и, естественно, очень большое количество, ну как бы, внимание палеонтологов должно сейчас переключиться на поиски всевозможных следов бескелетных форм. А о них не очень много знают, о них не очень плохо ищут и так далее. Если это реально существовало, такое разнообразие бескелетных форм, то должны были остаться полости, должны были остаться вслепки, касты и все остальное. Ну и, конечно, как бы все те, кто занимаются молекулярными часами, говорят о том, что процесс юстировки, верификации методологического, математического аппарата, который используется, он должен совершенствоваться, совершенствоваться и совершенствоваться. В результате я потратил на свое выступление 21 минуту. И есть ли у вас вопросы? Потому что сейчас будет вторая часть Моррелизонского балета. Приблизительно такой же продолжительности. Маленький вопрос. Да, пожалуйста. А вот ты честно писали, что все осталось на гипотезе о постоянстве мутирования. А если эта гипотеза не верна? Нет, абсолютно верно. Это тоже обсуждается в статье. Но вот эти гост-лайнс, или как их еще назвать, вот эти призрачные линии, к сожалению, соавтор главный отказался обсуждать, хотя там стоило это делать. Значит, я перехожу ко второй части своей программы. Да, потому что эта работа показала независимое возникновение заботы о потомстве уншан. В общем, то, о чем так долго говорили большевики, свершилось. И я сейчас буду об этом говорить. То есть, по крайней мере, наша кладограмма показала, что это возникало, этот феномен возникал как минимум пять раз. Сейчас я переключаюсь на другую презентацию. Кто-то мне будет помогать или не помогать. Мне надо эту презентацию закрыть. Нет, так не хочет. Кто знает как? Вот, понятно. Получилось, получилось. Мне помогли, видимо, оттуда. Спасибо. Картинка почти та же. Авторы тоже частично те же. Это уже та статья была Science Advances. Эта статья у нас вышла в Proceedings of the Royal Society B. И вот как раз тоже молекулярная эфилогния, тоже связанная с морфологией, но не с ископаемой. Вот. Это уже статья в правом нижнем углу. Значит, одним из основных результатов моей работы с мышанками, на самом деле, которые были опубликованы частично, а частично не опубликованы, но в частности в этих книжках, в главах книжек, заключается в том, чтобы показать, что мусанки оказались очень хорошими родителями. И за те полмиллиарда, теперь получается гораздо больше лет, пока они существуют, они неоднократно придумывали различные способы заботы о потомстве. Вырождалось это в основном в том, что удаляя оплодотворенную яйцеклетку, зиготу из полости зооида, они переводили ее в определенную камеру, где она и развивалась. У некоторых же форм, и даже этого делать не приходилось, эмбриогеназ начинался непосредственно в полости зооида. И чем больше я возился с анатомией и ультраструктурой самих мусанок, тем больше я понимал, что выводковые камеры, о которых идет речь, они совершенно не похожи друг на друга. И это действительно очень интересно. Я чуть-чуть отвлекусь от этого. Пару лет назад, я не помню, когда, да, в 21-м году вышла такая обзорная статья в палеонтологическом журнале, где, в общем, я ни на что не претендуя, сделал такой обзор репродукции морских беспозвоночных, преимущественно, ну, водных беспозвоночных, если угодно, и, естественно, где-то аксиоматическим таким вот, да, постулат буквально. Представление является то, что яйца рождения являются исходной формой размножения, некой, по сути дела, сущностью R-стратегии, да, которая в эволюции неоднократно менялась в разных группах на заботу о потомстве, которая может быть соотнесена с Ка-стратегией. Одно древнее, другое производное, и этому, этой аксиоме, как бы, посвящено очень большое количество литературы. Крупнейшие авторы выпускали монографии на эту тему. В общем, считается, что отсутствие заботы о потомстве это некое безответственное отношение к этому самому потомству, тогда, когда, как только его начинаешь охранять, так сказать, сразу нас постигает великий прогресс. Ну, в общем, к этому можно по-разному относиться, однако, вот этот переход от одного к другому, его направленность, этого эволюционного вектора, никто не оспаривает. Если мы посмотрим на распределение количества вот этих самых вариантов репродукции по филогении среди существующих там 34-35 типов, то получится, что в 28 из них существует забота о потомстве. На самом деле это тоже вроде как ничего удивительного, и тут выходит статья. У нас в биологическом институте работает энтомолог, очень активно работающий, Гаврилов Зимин, Илья, который опубликовал еще один такой вот обзор и написал в нем, что живорождение вопреки широко распространенному мнению рассматривается вот в его статье не как большое биологическое преимущество, а как тупик, заведомо проигрышный вариант который очень сильно уступает яйцеродящему формам в количестве в частности, и он становится актуальным только в каких-то специфических случаях, когда нормальное обычное яйцерождение невозможно. То есть, по сути дела, он парадигму вот такую общепринятую ставит кверху на голову и кверх ногами и он как бы аргументирует достаточно как бы грамотно, но глядя на все это через фасеточные глаза насекомых. То есть, конечно, энтомолог не может свое болото не хвалить. Я снова показываю кладограмму, это немножко другая кладограмма, желтые кружочки, это яйца рождения, а кубики или квадратики или кирпичики, как угодно, это различные формы заботы о потомстве. Посмотрите, как оно широко распространено и возникало много раз и разное и в пределах это только типы, а во многих типах много раз. Так вот, тогда встает вопрос, если вот этот вот R стратегический паттерн, если это стратегия отсутствия заботы о потомстве эволюционно выигрышной, если таксоны гораздо более разнообразны и так далее, то почему все-таки забота о потомстве возникала так часто? Если это не очень хорошо, если это тупиковые варианты, то почему забота о потомстве возникала практически во всех крупнейших линиях крупных надтиповых животных? Почему несколько типов полностью живородящие или вынашивающие? угодно. Почему если только у позвоночной, только в пределах несчастных чешуйчатых, извините, за несчастных, это живорождение возникало 110 раз, а вообще у позвоночных вместе с рыбами, хордовыми, в смысле не хордовыми, а рыбами и хрящевыми рыбами это возникало 150 раз, то у безпозвоночных это гораздо чаще возникало. Да, вот это вот почему не учитывается, если мы опровергаем какие-то догмы. Ну вот, и я буквально в двух словах, как сказать, вот это вот все заявив, расскажу вам о том, что я на эту тему думаю, используем шанок как пример. Итак, постулат Гаврила Зимина, то, что яйцеродящие таксоны значительно более многообразны, чем те, которые характеризуются наличием такой заботы. Ну, соответственно, про мшанок много рассказывать не надо, его сейчас называют мидсайз файлом, то есть, конечно, это не десятки тысяч видов, как в некоторых классах тех же насекомых, а иногда там, или в отрядах тем более, но, что я сказал, классы насекомых, молодец, отряды насекомых, но все равно это несколько десятков тысяч видов, учитывая недоизученность очень большую этой группы, то есть, это, в общем-то, процветающая группа эпибионтов фильтраторов, которые живут везде. И это я вам показываю мшаночные известняки. Вот, например, если впечатляться вот таким вот, вот это на 90% все состоит из мшанок. Конечно, таких известняков не очень много, их там 7-8 мест в мире, из них строят дома из мшанок, если так, на минуточку. Ну, какое количество, понятно, там есть форминиферы, там есть двусворки и все остальное, но это минимум. Или вот такие поверхности дна где-нибудь у нас в Северном море, когда несчастная асцидия торчит в центре, да, а все остальное вокруг нее это кризи. Вот, или вот такие вот тралы в Новой Зеландии, когда выволакиваешь, и 85% вот этого бентуса это колонии одного вида, цинкепора элеганс, здоровенные такие, чуть ли как микрокораллы колонии. То есть группа вполне себе успешная, и вот собственно получается, что те линии, те клады мышанок, в которых есть забота о потоке, они гораздо более разнообразные, многочисленные, гораздо более, то есть чем те, у которых этого нет. Это все идет просто поперек аргументации зимина, вот, и я чуть-чуть побольше как бы покажу картинок, которые связаны с представителями тех самых трех групп, о которых я говорил до этого. Пресноводные мшанки маленькая группа, но все они вынашивают потомство в сумочках вот таких вот, да, и все они еще кормят свое потомство за счет питательных веществ, выделяемых стенками этой суммы, которая работает как плацента, но их мало, то есть, ну, если сказать мало, тропическая фауна недоизучена очень сильно, около тысячи видов их должно быть, но все равно, как бы, да, по сравнению с насекомыми, если не так много. Ну, стенолемные мшанки, у нас остался, до нас дошел всего один отряд циклостома, это 4 отряда вымерло в париазое, но даже современные циклостомные мшанки, это 23 семейства, да, это порядка 400 образные будут. Эти ребята вполне возможно придумали заботу о потомстве дважды, одну в палеозое, потом еще раз они это придумали в дюре, что тоже говорит само за себя, и они все живородящие, и тоже все плацентарные, вот. Класс гимнолемота, 99% этой самой большой группы, это вынашивающие формы, он стрелочки показывает эмбриончики, которые вынашиваются в так называемых овицелках, вот. Если брать ктиностомат, один из отрядов этих мшанок, чего они только не напридумывали, в некоторых случаях эмбрионы просто приклеиваются к родительскому зооиду, и пока не развилась личиночка, болтаются там, где-то они во внутренних выводковых камерах это делают, модифицированные щупальцевые влагалища, в некоторых случаях тоже кормят плаценты, и вот иногда детеныш занимает практически все внутреннее пространство, где-то это впячивание боковой стенки и тоже развивается плацента, то есть чего только они не придумали, но это все ерунда по сравнению с тем, что придумали хейлостомы-то. И так в пределах отряда хейлостомы-то пять раз по крайней мере возникала забота о подсомстве, если не шесть. А вот эти самые хейлостомные имшанки, самые известные, 140 семей, 1200 родов, то есть мы считаем, что их сейчас под 8 только описанных современных видов, и учитывая, что описывали их только в Европе, Америке и Новой Зеландии, можно представить себе, сколько их еще не описано. На самом деле в 4-5 раз больше. И из них 4 семейства, и там какие-то несчастные 10 видов, это те, которые выметывают зиготы. А вот это вот все остальное, это все родители, это все очень хорошие родители, которые вот эта вот фотография показывает как раз, когда не вынашивающая имшанка через такой так называемый интертепатулярный орган выбрасывает, выпускает яичко. На самом деле не яичко, а зиготу. Это зигота Spawners так называемая. А все остальные вот они такие шарики полупрозрачные, очень хорошие, красивые, обезвестленные, защитные камеры. Вон их какое разнообразие. Что только они не понаделали. И два, в три слоя с рожками, и с ушками, и с дырочками, и там, ух. И это все один тип выводковых камер, потому что это все модификации какого-то одного исходного варианта. но кроме них, точно так же, как в темностопных пушанах, часть вынашивает своих эмбрионов в так называемых внешних мембранных сумках. Просто приклеиваются эмбрионы, конверт оплодотворения, липкий, после выхода, соответственно, на зиготой, он тут же остается на родителей, и они его так и таскают. В нескольких группах это было придумано независимо. Некоторые придумали вот такие вот странные, похожие на митры католических священников, состоящие из двух модифицированных завоидах шлемы. У некоторых эти шлемы, более того, они могут разворачиваться, то есть у них в основании есть суставчики определенные хитиновые, и это все работает так, как коробочка. Надо открыл, не надо закрыл. Вот. Есть те, которые их описали когда-то там в 20-х годах, вообще непонятно, вон там справа какая-то страшная рожа с ушами и рогами. Это на самом деле состоящие из шести блоков. Вот когда они сложены, они вот так вот выглядят, а когда они расправлены, они выглядят вот так. То есть сложная конструкция, подвижная, по-видимому, кроме всего прочего, тоже на шарнирах, на таких вот катикулярных суставах, и это тоже выводковая камера. Вот эту зверюгу после 24-го года мы первый раз нашли, поэтому роль некоторых соавторов она очень велика. Некоторые придумывали себе здоровенные, но с другим местом возникновения, с другим внутренним строением вот такие вот двулопастные выводковые камеры. я доказывал в своей диссертации, что все это независимые варианты. Вот еще один способ придумать шипы, которые у тебя растут, их завалить на фронтальную мембрану и сделать вот такую сплошную решетку. Вот сейчас я Олину фотографию покажу, и вот здесь очень хорошо видно, это не вынашивающий завод, но он образует зиготы, формирует аоциты. А вот в дальний дистальный заводит вот под такую вот решетку, выводковую камеру, соответственно, они их загоняют, и здесь развиваются личинки. Вот здесь очень хорошо видно, здесь вот парочка, иногда 10-12 штук может там сидеть. Ну, в общем, очень много они чего понапридумывали из разных подручного материала. В общем, это был один из результатов моей диссертации давнишней уже, где я предположил, что 9 раз это должно было происходить. И страшно гордился собой. Но когда мы вот получилось сделать этот молекулярный анализ, результаты получились еще лучше. То есть по крайней мере 10 раз, а еще два потенциальных случая. То есть 12 раз февастонные мшанки придумывали себе выводковые камеры в разные эволюционные периоды. Вы же помните, когда я вот это показывал еще, может быть, не обратили внимание, здесь есть современные плеоцены, астригские, то есть это верхний мел, плеоцены, плеистацен, средний мел. В разное время почему-то это оказывалось эффективным. И это дало, я заканчиваю, еще один, ну это вот грубо, так сказать, да, очень грубо, сколько раз, в каких линиях все это могло произойти. в результате если мы вообще посчитаем всех мушанок, получится 20 с лишним раз. О как, да, и они при этом какие-то ущербные, это тупиковые пути в пределах группы неоднократно, по-разному, используя самые разные варианты, полиморфы, впячивания, выросты, что только они не делали, все это возникало. Ну и кроме всего прочего, каждый раз получается, когда возникал, появлялась такая забота потомстве, происходил переход от питающейся личинки к непитающейся. Каждый раз мушанок, которые вынашивают свое потомство, у которых есть питающиеся личинки, как есть у, допустим, моллюсков, как есть у фарамид, как есть еще у нескольких групп, по крайней мере, вот этих точно, соответственно, такого нет. А здесь обязательно как вынашивание, так и непитающиеся личинки. Следовательно, переходы вот к этому тоже осуществлялись неоднократно. И в данном случае, в некоторых, по крайней мере, случаях, судя по тому, как после возникновения такого типа личинок и вынашивания начинали буйно пуститься мшанки в эволюции, это могло быть скоррелированные события. то есть возникновение заботы о потомстве непитающей личинки могло провоцировать эволюционные радиации. То есть, здесь наоборот получается, что возникновение заботы о потомстве стимулирует разнообразие. Вот. Это последний слайд. И спасибо вам большое за внимание. Здесь в качестве вывода я хотел бы сказать, что множественность случаев возникновения заботы о потомстве представителей различных тексономических групп свидетельствует о эффективности этого паттерна, по крайней мере. То есть, это работало. И нельзя вот так вот сразу переключиться с одного на другое. Наверное, то, что действительно во многих группах яйцорождение так и остается доминирующим, связано с какими-то ограничениями. Опять же, оба варианта одинаково эффективны. Еще Вэнс в 1972 году в своей такой ключевой статье писал, что они оба эволюционно стабильные эти паттерны. То есть, нельзя, на мой взгляд, кого-то подвигать только потому, что насекомые в основном яйца родящие. И эволюционная успешность группы, на мой взгляд, она связана не только, характеризует эту эволюционную успешность не только количество таксонов. Геологическая долговечность, палеонтологическая долговечность также очень важна. Очень важно, какое место. Численность в том числе занимает группа в тех или иных биотопах. И млекопитающие. Сколько у нас видов млекопитающих? Менее 600 на самом деле на настоящий момент. Но называть эту группу неуспешно и только потому, что их всего 600 видов, а не 10 тысяч, как в каком-нибудь роду клей. Это тоже, по-моему, неоправлено. За 7 я закончил. Большое спасибо. 40, ну, пусть 50 минут. Спасибо. Вопросы по-моему, как-то не доволен. Раз одни эти, вы говорите, что раз находишься, а потом терялись, чтобы найти заново? В смысле находили или терялись? Вот работа о потомстве. Она возникала, она откуда она возникала? Нет, она откуда она возникала? Скажем так, хороший вопрос. На самом деле, как ответить так, чтобы все были довольны? Во многих случаях забота о потомстве была связана инициатором или триггером этого было переключение на другой тип оплодотворения. Исходно мы считаем, что и женские, и мужские половые клетки выметывались в воду или яйца откладывались, то есть спаривания не было как такового. Соответственно, оплодотворение осуществляется наружу и эмбриогенез, развитие потомства также идет во внешней среде. Хорошо. А теперь представим себе, какое количество спермы гибнет без, что называется, применения. то есть возникновение копуляции, спаривания и таким образом переход к внутреннему оплодотворению дает нам следующую возможность. Можно не убирать эмбрион во внешнюю среду, где он подвергается огромному количеству наполей. Его же любой сожрать может. А начинает развиваться внутри организма в самке. Эмбриогенез включается раньше. Самка убежать может, самка спрятаться может, много чего. Если вот очень примитивно говорить в данном случае, следовательно, это переход к живорождению уже. То есть переход к инкубации потомства внутри организма самки. Это один из вариантов. Другой вариант это когда оплодотворенное яйцо выводится, но не уплывает куда-то, не откладывается, а остается на родителя в том или ином марсупии, так называемый, ну, выводковый карман, как у кенгуру. И, соответственно, тоже получается энное количество преимуществ, потому что гибель потомства это, ну, наверное, главный, да, вот такой вот фактор, лимитирующий во многих случаях. Из 300 тысяч икринок, выметываемых там 10-килограммовой самкой трески до половозрелого состояния доживает 10. Из 300 тысяч. То есть этот отход сам по себе, да, он как бы неоправдан. Поэтому, если мы переключаемся, особенно во многих случаях идет переключение на другой тип агенеза, вместо того, чтобы выметывать огромное количество мелких яиц с небольшим содержанием питательных веществ в них, да, мы можем сформировать гораздо меньше яиц, но крупных. Эмбриогенез будет быстрее, многие вещи будут быстрее, но из этого крупного яйца, да, из-за того, что яйца крупные, мы потеряем потомство в числе. Это опасно. Давайте его защищать. Следовательно, мы можем скомпенсировать утрату количества потомков за счет организации тех или иных мероприятий по поводу, для того, чтобы его защитить. Понятно? Ну, то есть вынашивание, да, вот, или там инкубация, если оно возникало многократно и во многих случаях как бы первым шагом на этом пути было внутреннее оплодотворение. Вот, как мы так считаем. А дальше это был, запустился каскад как бы действий, событий, да, адаптивных, естественно, он поддерживались, они там отбором, можно и так говорить, но, по крайней мере, я предпочитаю говорить, что это было эффективно, да, и потомство это выживало, которое несло гены, которые получены были от родителей, ну и так далее. Спасибо. Еще поговорим. Ну, я такое небольшое, скорее, замечание, у меня возникло ощущение, что забота о потомстве и живорождении в горнаде использовалась как симония. Значит, это не одно и то же, на мой взгляд. Да, живорождение, это, как правило, препаритель, то есть, до родов, развитие эмбриона в организме родителя до того, как яйцеклетка или зигота будет выведена через родовое отверстие наружу. Соответственно, если оно выводится наружу, это постпоратив девелопмент, да, его обозначают как брудинг, часто. Это очень перепутанные термины, каждый использует. Я объединяю их вместе и говорю, либо забота о потомстве, или инкубация. Забота о потомстве тоже разная. Снабжение, да, когда родитель носит гнездо птицы, еду своим птенцам, это тоже забота о потомстве. Вот. Но если вот организм потомка на или в организме родителя, это же может быть не обязательно мама, это может быть папа, да, вот, морские коньки, классический случай в патографии, то это инкубация. Вот я это, использую как инкубацию, вот это синоним, как бы объединяющий живорождение и венешение. Возвращение, какого компонента? А, ну да, 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 да. Пожалуйста, еще. Пожалуйста, конечно, интересно. Вы, наверное, брали, там, например, один виртный шанок из разных географических почек. У них есть какая-то внедрериновая изменчивость, ну там, морфология камер она сильно внутри гидроуслета отличается или нет? Нет, это очень стабильные признаки. Нет, но они могут быть как любая фенотипическая изменчивость чуть-чуть побольше, чуть-чуть поменьше, потом, ну, как всегда, там чуть-чуть, там немножко может быть искривлена или еще что-то, да, но, в принципе, это все очень стабильное. Вот, и у нас есть, как я говорю, один подотряд, ну, подотряд, называйте его как угодно, одна группа, вот четыре семейства, которые, а, нет, в темностомных шанок, если возьмем, там у нас еще, наверное, в трех семействах, всего, может быть, десятка-полтора видов, которые не вынашивают, которые вот действительно выметывают малышей в воду и прости-прощай, вот, а все остальные у нас бьются за потомство, на смерти. Пожалуйста, еще. Можно я вот, для затравки, это даже, такие соображения некоторые. Как бы, дискуссия идет с Гаврилом Деминым, правильно? Ну, это не совсем так. Ну, я, 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 я тоже для затравки его использовал. вот, сейчас, довольно часто, если бы статья была на английском, мне вообще, как бы, когда-то все было понятно, потому что сейчас, очень часто появляются статегии, очень важно хипануть, высказать точку зрения противоположную, в общем, мейнстриму, и тогда вот, Верховы чаще цитировались. И мне просто кажется, что, ну, забота о потомстве, это действительно такая столбовая эволюционная дорога, которая много где повторяется. Ну, одной из таких теорий является, что человек стал человеком, потому что заботился среди всех обезьян больше о своем потомстве. то есть, возможно, скорее загадка, почему сохраняются виды, у которых ее нет. Да вот, та же треска, да, почему они все равно сохраняют какие-то эволюционные преимущества. Это, это для меня загадка, да, вот вопрос, который я могу сказать. Почему не все переклютились? Да, почему не все переклютились? Если мы возьмем костистых рыб, то 90% из них не вынашивает потомство. Если мы возьмем насекомых, 70% тоже. Да, то есть, это крупнейшие группы, которые ориентируются в основном на то, что называют broadcastings, то есть, рассеивание, да, потомство. Более того, часть из них, вот это первым ответ на первые вопросы, части дополнения, тоже характеризуются внутренним оплодотворением. То есть, они выметывают уже зиготы, но все равно их выметывают. Как я уже упомянул, вот эту статью Вэнса, это математическая статья, в которой он, выдвинув несколько постулатов, рассчитал, эволюционную стабильность для обоих вариантов существования. Следовательно, ни один из них не имеет какого-то ключевого такого преимущества, которое бы, вот если в общем, да, брать, то есть, они равноправны. Почему в одних случаях это возникало? Возможно, диктовалось какой-то конкретной экологической обстановкой. Можно, можно, вот допустим, так предположить. Ну вот, есть червяк, стриблоспио, т-та-та-та-та, видовое название, не знаю, очень известная лабораторная модель. Подскажешь? Венедикт, может быть, но может быть и нет. Неважно, американский. Одна и та же популяция, живущая на восточном побережье Северной Америки, весной размножается так, а осенью сяк. То есть, весной они выметывают яйца в воду, из них формируются пунктотрофные личинки, а зимой они образуют коконы с минимумом яиц. Весной самка по 700 яиц дает, осенью они дают по 60, в 10 раз меньше, из них развиваются непитающиеся короткоживущие личинки. Это один и тот же вид, одна и та же популяция в двух разных местах. То есть, переключение очень легкое. Кстати, переключение обратное не такое легкое. Вот возврат. переход от питающихся личинок к непитающимся это сколько угодно. Морские, ежники морские, ну вообще все иглокожие, если мы возьмем, все полихеты, моллюски и так далее. А вот обратный переход от непитающейся личинки к питающимся достоверно показан только у двух видов гастропод, насколько я знаю, морских. Это статьи начала 2000-х годов. То есть, в данном случае, видимо, какие-то запреты есть. То есть, мне кажется, что эффективность, доказанная в каких-то конкретных условиях, это раз. И второе, это ограничение. В некоторых случаях было невозможно по тем или иным причинам перейти в заботе о потомстве. Вот генетика здесь обуславливает или фенетика уже, то есть, морфология построена на ней. То есть, они не могут. Есть такое соображение? А есть какие-то когда обратный процесс будут живородящими и контрактами? Ну вот, я только что об этом, по сути, похожее, пример привел. Вроде бы, есть. То есть, еще такие примеры якобы есть, ну, показаны у некоторых живородящих ящериц. То есть, они могут переходить к живорождению в условиях, допустим, экспериментов, когда их держат при низких температурах. самка как будто греет потомство. Вернем температуру в норму, и она будет продолжать обкладывать яйца. Вот, есть такое. То есть, задержка, развитие, да, есть такое понятие, очень нехорошее понятие яйца живорождения, я его очень не люблю. Вот, это скорее эмбриопария. Я бы ее так назвал. И пария, о, пария, эмбриопария. И вот здесь вот получается так, что да, положено обкладывать яйца, а это тормозится. Может быть, просто ввиду общего замедления физиологических процессов. Вот, чтобы кто-то возвращался обратно, это можно оценивать только по филогинеям, но филогинеям многие не верят. Да, вот, когда мы строим вот эти деревья, которые я сейчас показывал, по ним можно рассчитать полярность признака, так называемую. То есть, что у нас является как бы базальным состоянием признака, или там каким-то плезиоморфией, что у нас является продвинутым состоянием опаморфии. Если в дереве представители там расположились определенным образом, мы видим, какие группы, где что происходит, и таким образом оп, да, ухрящих рыб два раза выскакивало в каких-то филогинеях, что они от живорождения снова возвращались к яйцерождению. Тоже были два примера, но они ни на чем не основаны, кроме как на расчетах получается, да, только на этих деревьях. Пожалуйста, еще. Да, пожалуйста, спасибо. С удовольствием. Почему возникает некоторая антрогенизация между молекулярными данными, между молекулярными часами и плеонтологией, если мы лидруем молекулярные часы на основании плеонтологической данной? Это первый вопрос. А по второму докладу есть ли у вас предположения, почему у насекомых все посеточными глазами эта проблема в другом состоянии? Ну, на самом деле, я как бы немножко даже говорил об этом. Калибровка молекулярного дерева это, так сказать, дефинитивный, окончательный этап. То есть мы посчитали, используя те или иные параметры, исходные, заложенные, как нам кажется, когда могли возникнуть или дивергировать те или иные группы, потом мы смотрим, когда у нас они появились на самом деле в ископаемой летописи и говорим, ну, вот теперь будем думать, что с этим делать. то есть я не считаю, что молекулярные часы врут до такой степени. Я считаю, что они нам наоборот открывают большое количество возможностей. Мы должны продолжать искать. И мы во многих случаях, ведь точно так же, как и просто с молекулярными филогениями, мы иногда находили признаки, когда нас молекулы заставляли их искать. Точно так же и здесь. Возможно, вот эта переоценка в некоторых случаях присутствует ввиду несовершенства самого математического аппарата. Уж больно там много допущений. Это действительно так. Там все строится на допущение, которое проверить мы не можем. Мы можем лишь логикой доверять. Но точно так же, как мы запускаем спутники и рассчитываем их траектории, используя определенный ряд, но правда уже более-менее проверенных опытным путем, но исходно это все тоже были допущены. Потому что и гравитационные все расчеты, они тоже с большим количеством допусков все делаются. Вот здесь вот так. То есть мы просто когда-то придем к этому консенсусу и мы найдем гораздо более древние ископаемые, но не настолько древние, как допустим сейчас оценивают это молекулярные биологи. Что касается второй группы, почему я уже ответил, да, вот рыбы и те же насекомые и не только они. Если мы берем, наверное, полихет, то там большая часть это тоже мечет яйца, они вынашивают. Там есть какие-нибудь селиды безумные, которые в основном заботятся о потомстве, а вот нереиды, они все разбрасывают яйца в пространстве. то есть здесь либо какие-то действительно физиологические структурные, то, что мы называем филогенетические ограничения, constraints, которые не позволяют им переключиться на вынашивание. Оно эффективность, может быть, они и пробовали, но оно не сохранилось, да, и мы не знаем, и получается, что большинство насекомых откладывает яйца, и они при этом доминируют в экосистемах нашей планеты, это работа. Я не считаю, что это беспомощный ответ, в смысле оценивать успешность группы ввиду ее эффективности, вот такой вот. Но ничего лучше пока у меня в голове не зрели. Может быть, Андрей Игоревич что-нибудь скажет на эту тему. Вики, вопросы, да, проявляем такой провокационный вопрос, тоже принципово возвращаясь. Правильно я понял, что вторично от забот о потомстве к откладыванию лиц практически нет примера. Получается, мы говорим, специалистическое право это тупик, безусловно. Почему? Интересно, обратно, что происходит в жизни, как происходит. Но это не обязательно тупик, это путь к свету. Нет, нет, но это действительно, ты, так сказать, построил вопрос парадоксальным образом, у насекомых, те примеры, которые автор статьи, да, вот, собственно, Гаврила Авземина использует, у них действительно, в те примеры, по крайней мере, когда он приводит, получается, что, скажем так, варианты, связанные с развитием потомства потомства внутри организма родителя, в данном случае матери, потому что у них в основном так, оно связано с резким ограничением численности потомства. В общем-то, это характерно практически для всех вынашивающих форм. Он делает на этом основании вывод, что если потомков мало, то отбору не с чем работать. То есть, когда потомков много, это широкий спектр для применения различных вариантов отбора и адаптивная, скажем так, значимость вот этого большого количества потомства, она проявляется в том, что они могут дивергировать таким образом. Это, в общем, это материал для отбора. И поэтому это хорошо. Сети, которые вынашивают потомства, у них потомков мало. И, соответственно, отбору не с чем работать. На мой взгляд, это, скажем так, очень однобойкий подход. И он, правда, рассматривает их в выводковые камеры, мне они не кажутся, но это в основном, конечно, различные отделы половой системы. Иногда они и в жировом теле, так сказать, просто потому, что очень крупные, как у некоторых клещей, развивается эмбрион, могут развиваться. Но так или иначе, это все равно половая система самки. Чем она отличается от любой другой половой системы млекопитающих в этом смысле, мне не очень понятно. Я, статья длиннющая, я потратил целое лето, ездил в электричках и правил и спорил. Я написал еще одну статью, как бы на полях, так сказать, раздал бы по массе параметров. Мы с ним даже договорились встретиться и набить друг другу морду. Ну, в кавычках, но еще не встретились. Надо было позвать. Ай, я не додумался. Я не додумался. Я не додумался. Извините, не потому, что, так сказать, я боялся. Он очень грамотный, я понял. Еще один вопрос. Давай. Можно ли рассматривать наезд организмов, которые заботятся своим потомам? Прекрасный вопрос. Да, конечно. Да, 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 да. На мой взгляд, вот у них как бы полиэмбриония. В каких группах полиэмбриония присутствует? У циклостонных ушанок, у девятипоясного броненосца и у паразитов. Да, то есть у них просто в качестве, что называется, родителя выступает организм другого животного. Прекрасный. Да, да. Еще, пожалуйста, есть вопросы? Давайте тогда поблагодарим Андрея Николаевича. О, пупец. Спасибо большое. Если вам было не скучно, я... Делаем перерыв. Да, конечно. Они курить пойдут, они уже не могут без курива. А я чего-нибудь себе налью. Типа чая. Так, пупец, пупец. Спасибо. Так, ну что, я тогда начну потихонечку. Значит, ну, понятное дело, это не научный доклад, да, поскольку, несмотря на то, что некая научная цель в этой поездке была, о результатах говорить еще рано, вот, в конце я немножко скажу о том, что у нас получилось. Вот, но в целом это такие путевые зарисовки, не более того. Но, я должен сказать, почему это вообще, почему я вписался в эту, как бы, поездку. Вот, Индия, с точки зрения изучения этих охоток, это, в общем, большое такое белое пятно, размером практически вот с весь субконтинент. Вот, поскольку как-то так сложилось, что в Индии практически никто и не работал серьезно. То есть, есть работы начала прошлого века, но это случайные сборы, которые привозили каким-то англичанам, вот, Мюррею, там, еще кому-то, они что-то такое оттуда описывали, но это не было систематической работы, это были буквально такие, вот, вот мне привезли три кусочка мха, я в них нашел. Примерно так. Вот, а потом вообще здоровенный пробел, который продолжается практически по сей день, вот буквально только в этом году появились какие-то публикации местных. у них там в университете в Мумбаи появилась группа небольшая, вот, которые начали публиковать статьи, ну, в частности, паунистические, соавторские, с европейскими авторами, но что-то зашевелилось. Вот, и в этом смысле довольно парадоксально, что те же Гималайи гораздо лучше с точки зрения фауны и тихоходок, изученные вне Индии, да, то есть это вот Тибет-Непал, оттуда материал как раз был более-менее какой-то, ну, тоже не молекулярными способами изученный, чисто морфологически, но, по крайней мере, относительно свежий, это конец прошлого века, вот, и там, по крайней мере, морфология более-менее достоверная, с местами даже с неплохими фотографиями, вот, и с хорошими рисунками. То есть на что-то можно опереться в этом плане. Вот. Ну, и поскольку появилась такая возможность, Лев Яковлевич Боркин, который занимается организациями вот этих вот экспедиций в Гималайи, соблазнял меня довольно давно и привозил мне немножечко материала, ну, тоже в таком же стиле, несколько кусочков мха, но материал был очень интересный, вот, и все-таки вот я повелся, в конце концов, на это дело, и мы поехали. Вот. Ну, и вот что же мы там, что там было? Ну, это мы приехали, да, здесь состав нашей замечательной экспедиции. Вот. От университета были, во-первых, мы с Ольгой Валерьевной, присутствующий здесь Максим Пинарский, вот, были представители зоологического института, вот, это Виктор Сославович Алексеев, который пытался найти там циклопов различных, вот, ну, и опять же, я как частично также представлял зоологический институт. были дамы из ботанического института, которые пытались найти растения, которые их интересовали, и замечательный энтузиаст антамолог, вот он сбоку всех фотографирует, Андрей Сочивко, вот, который вместе с ними сотрудничал, ну, и просто фотографировал много всякого интересного, да, в том числе и нас. Вот, это момент прилета, ну, как момент, это, когда расцвело, прилетели мы ночью, сидели в здании аэропорта, вот, потом где-то в 6 утра мы все нашлись, собрались, вот, и вышли к автобусу, который должен был нас везти из Дели, как, в общем, было задумано организатором поездки, которая нас сопровождала, Надежда не упокоила, замечательный, в принципе, организатор, поездка была в значительной степени на ней, да, вот все это взаимоотношения с местными и прочее, и ей это, ну, она этим давно занимается, ей прекрасно удалось, так что хочу сразу выразить ей благодарность за организацию поездки, вот, ну, и было, в общем-то, задумано так, и с нами согласовано, что мы как можно меньше задерживаемся в этой вот низине жаркой, вот, а как только появляется возможность, как мы только прилетели, мы сразу едем куда-нибудь предгорье, где хотя бы немножечко полегче, и начинаем акклиматизацию, вот, и, собственно говоря, вот этим утром, 24 августа, мы сели в автобус и поехали в Решикеш, это, в общем, не то, чтобы горы, вот, но это уже такие немножечко предгорье, вот, поэтому там полегче, ну, и плюс, естественно, прохлада от реки, это Ганга, вот, собственно говоря, вот, которая здесь еще не, не сильно равнинная река, она только спустилась с гор, поэтому она прохладная, вот, от нее, в общем, довольно ощутимо свежестью веет, ну, и плюс сам по себе Решикеш, конечно, очень интересное место, это такая мировая столица йоги, вот, поэтому там огромное количество храмов, ашрамов, всяких, ситку и прочих, как бы, личностей, вот, первый день мы просто гуляли, нас провели, вот, посмотреть на вот все вот это, ну, и немножечко, чтобы мы, я так понимаю, не засиживались, а акклиматизировались в режиме активного хождения, вот, и там прогулка была крайне интересная, вот, ну, это вот набережные, поскольку это, понятное дело, Ганга, священная река, здесь обязательно каждому правоверному индуисту надо совершать омовение, вот, практически во всех крупных городах там есть вот эти вот набережные со ступеньками, из которых можно в эту Гангу макаться, вот, там есть разные поручни, цепи, веревки, поскольку, ну, вот, мы были в конце дождливого периода, и, в общем, чувствовалось, что течение довольно мощное, а в дождливый период, когда там реально это все несет, там, как сказали, довольно часто кого-нибудь уносит, ну, это никого там не удивляет, боги дали, боги взяли, вот, но, тем не менее, поручни и веревки там для этого есть, чтобы уж совсем всех боги забрали, вот, вот, там постоянно в этой реке совершает омовение. Ну, мы, в общем, тоже не, так сказать, не уклонились, вот, хотя и не являлись правоверными, но вот, долго мы не уклонились, поэтому спустились и так немножечко в ней помыкли. Надо сказать, что, несмотря на то, что Ганга выглядит вот здесь такой довольно мутной, вот, она, тем не менее, в целом довольно чистая, то есть, это глинистые частицы, это не какая-то там органика, вот, вода холодная, это просто размытая, глина с гор. Поэтому, так это выглядит, ну, не знаю, довольно ужасно, но в целом не настолько, не настолько плохо. Вот, он замечательно, там сидит из Ваяни, это, ну, как я говорил, уже центр йоги, ну, а, собственно, олицетворение йоги, да, и, как бы главный йог, это, собственно, Шива, Махадев, вот, там вот он как раз и пребывает. На голове у него, если видно, да, там женская фигурка, это, собственно, река Ганга, точнее, богиня, да, Ганги, олицетворение, на голове, потому что, когда Ганга спускалась на землю, с небес, она же божественная река, то сила у нее была такая, что боги испугались, что всю землю снесет, вот, и поэтому надо было что-то делать, вот Шива подставил голову, значит, и она сначала спустилась ему на голову, вот, а потом уже дальше растеклась по земле, таким образом, значит, земля была спасена, поэтому вот так вот его изображают, вот, сбоку там еще полумесяц, это Сома, это божество Луны, там тоже довольно сложное отношение, у Шивы с ним, вот, ну, нас провели по ашрамам, ну, так сказать, в основном мы посетили один крупный ашрам, такой довольно знаменитый, название я его, к сожалению, не запомнил, но место довольно уютное, вот, очень симпатичное, такой внутри, такой вот сад, дендрарий, по сути дела, огромные деревья различные, ну, вот здесь видно, что это все, ну, такие тропики, да, то есть, это вот висящие облака, влажно, очень жарко, вот, то есть, так, ну, некоторые усилия требовались, в какой-то момент, вот, по перемещению, но, вот, в таких местах было довольно приятно, вот, и там огромное количество божеств всяких, вот, несмотря на то, что этот ашрам, я так понимаю, был в первую очередь вишнуистский, вот, но там были и всякие другие, но вот эта вот витрина, на самом деле она очень длинная, это ее фрагмент, это аватары бога Вишны, вот, их там довольно большой список, и вот они тут все представлены, причем, если посмотреть, справа там Будда сидит, да, вот Будда тоже числится аватар и Вишну, вот, ну, как и Кришна, и, в общем, много кто еще, вот, тоже было довольно интересно, жалко только, что вот подписи все на местном наречии, не всегда было понятно, о чем идет речь и о ком. Ну, и в целом там довольно много всяких богов, их извояний, вот, естественно, Хануман, вот, царь Абези, значит, в груди у него там рама со своей женой, которых он помогал спасать, вот, ну, помогал, правда, он такой, я так понял, что он довольно любимый народом бог, Хануман, но при этом отношение к нему несколько ироничное, поскольку числится он очень сильным богом, но не очень умным, там постоянно встречается один сюжет, где Хануман летит и несет огромную гору, это его послали за лечебной травой, во время там битвы кого-то надо было полечить, то ли раму раненого, то ли что, я уже не помню, и ему сказали, что вот в Гималаях растет, значит, эта трава, да, слетай, принеси, а он по дороге забыл, как выглядит вообще, ну, он просто Гималайи отковырял и принес целиком, типа, ищите сами, вот, ну, а справа это, опять же, Шива, Шива танцующий, вот, но вот тут трудно сказать, это танец создания мира или танец разрушения мира, в общем-то, оно там, как начинается мир танцем Шивы, так и заканчивается, ну, а потом на следующий день мы погуляли вокруг, немножечко автономно, да, не по таким, как бы, центральным аллеям, да, а вокруг Решикеша, вот, честно говоря, вот эта фотография, это такая, такой символ Индии, вот, корова, которая там везде, действительно, но я воздержался, естественно, любой, кто приезжает первый раз в Индию, начинает фотографировать коров, это известный факт, они там действительно на каждом углу, вот, мешают ходить, перекрывают всякие узкие проулки, в общем, существуют на проезжей части, занимаются своими делами, поэтому коровы, это да, и, ну, и второе, это, конечно, мусор, безумное количество, я вот, такого не видел никогда, но, правда, я не так, чтобы много ездил, да, но как-то вот, в Индии, с упорядочиванием сбора мусора, очень плохо, печально, на самом деле, потому что красивейшие виды, даже вот там, буквально в двух шагах, вот от этого, да, прекрасные виды, открывающиеся на этот город, по берегам Ганги, вот, но это уже вот такие были холмы, была идея залезть туда немножечко повыше, как заповедник, но, честно говоря, мы уже просто не осилили, вот, походивши, поэтому нам стало тяжело, поэтому вернулись, тем более, что на следующий день надо было уже ехать, вот, и дальше мы поехали, и поехали мы вверх, сначала по Ганге, вот, здесь была такая небольшая остановка, тоже пещера Агастия Муни, Агастия Муни, это тоже один из великих мудрецов, вот, один из, я так понимаю, авторов вед, там, по крайней мере, числится автором нескольких гимнов, вот, ну, и вообще весьма почитаемый мудрец, вот, вот, якобы он там жил в пещере, пещера там тоже есть, мы в нее сходили, там фотографировать запрещено, вот, но, строго говоря, там ничего особо интересного, в общем-то, такое ощущение, что все эти пещеры, это такой достаточно поздний новодел, вот, ну, пещера и пещера, там ковры какие-то лежат, на стенах живность какая-то сидит, в общем, ничего особо интересного, вот, сам к себе Агасти Муни довольно интересный персонаж, по способу своего возникновения, это, в общем, такой вариант андрогенеза, ну, в индийской мифологии много всяких необычных случаев, необычных вариантов возникновения каких-то персонажей, два бога, Рудра и Варуна, увидели одну совершенно неотразимую Апсару, Апсары, это, знаете, небесные красавицы, которые сопровождают богов, вот, и среди них была одна совершенно просто потрясающе неотразимая, в общем, у них случился конфуз, у обоих этих богов, преждевременное семиизвержение, пропасть было нельзя, дать материалу, поэтому его собрали в кувшин с маслом топленым, и в этом кувшине вот, родился из смешанного семени двух богов, вот этот мудрец, а гостью мудрец. Вот такая увлекательная история. Да, потом он был великим отшельником, и силой своего отшельничества он себе создал жену, вот, да, он, значит, ее создал из, как сказано, из лучших частей всех живых существ, вот, чисто усилием воли. Жила она рядом с ним, там отдельная пещера, значит, где жила его жена, так что отшельником он был, но жена у него тоже была, это нормально. Ну, на самом деле, великий йог, так сказать, вот, как здесь, одиог Шива, да, он тоже, в общем-то, олицетворение отшельничества и аскетизма, но, тем не менее, жена у него тоже есть, как вы знаете, вот, и это тоже нормально. Дальше мы приехали в такое замечательное место, Деф-Праяга, да, Праяги – это слияние двух рек, вот, и в Индии это такие святые места, особенно если это касается таких святых рек, как вот Ганга, вот, а это место, где сливаются две реки, Бхагиратхи и Алакнанда, и где, собственно, Ганга и начинается, да, вот с этого момента начинается река Ганга, все остальное – это ее истоки, то, что дальше выше, вот, здесь, к сожалению, не очень получилось, и цветопередача, и проекторы тоже оставляют желать лучше, очень четко видно, что эти дверики разного цвета, в общем, они очень долго не смешиваются, идет бурая вода и зеленая вода. Ну, не сказать, что очень, да, на фотографиях, как бы фотография моя, да, на рекламных фотографиях, официальных, оно… Словом, больше не больше. Ну, ладно, оно видно лучше. Вот, тоже место такое, вот туда приехать, пройти, посмотреть, полюбоваться, подняться к храму, позвенеть в колокол, в индуистских храмах надо звенеть в колокол, как нам сказали, что, ну, боги должны знать, что вы пришли в храм, вы чего-то там, к ним в гости пришли, да, надо позвенеть, а то и могут и не догадаться. Вот, но по дороге собирали мох. Вот это, как бы, научная часть поездки, вот, примерно так и выглядело, везде, где мох рос, его можно было потихонечку собирать, чем я и занимался по пути. И прибыли мы в замечательное совершенно место, это деревня Сари, в долине горной. Вот, это была наша вторая остановка для акклиматизации немножко, скажем так, дальнейшая, да, то есть это уже около двух тысяч и высота, что мы немножко к горам привыкли. Вот, и место нетуристическое, то есть там европейских туристов туда практически не возят, туда ездят, как нам объяснили индийцы, ну, достаточно состоятельные, которые вот хотят от жары и суеты снизу уехать немножко в горы, где чуть прохладнее и вот отдохнуть. Очень красиво, вот это вот такая вот горная долина, ну, влажно было, да, немножечко шел дождик, когда мы приехали, но тем не менее виды совершенно фантастические, но, к сожалению, как всегда с горными фотографиями, они абсолютно передают масштабы явления и всей красоты этого. Вот, но и тут мы пошли в лес и вот это уже был такой тропический горный лес, было влажно, видны капли на объективе, моросил дождик, и вот мы в этот лес зашли, но, правда, совсем далеко как-то мы не решились залезать, потому что, во-первых, вечерело, а во-вторых, все было довольно активно затянуто паутиной тропинки, там эти нефилы, причем, если взрослые живут поодиночке, то молодые живут большими группами, и, соответственно, там здоровенные эти паутинные купола, на которых огромное количество этих молодых нефил сидит, и как-то туда лезть не очень хотелось, но, тем не менее, Марга Валерьевна занялась сбором материала на дереве, тоже мог, ну, естественно, а что же, но, хотя нас предупреждали, что лучше так, особенно резво не лазать по деревьям, там всякое бывает, но они никого опасного не встретили, вот, дерево – это рододендром, вот это горные рододендровые леса, совершенно замечательные, вот, и все обросшие эпифитными папоротниками. А на следующий день мы пошли уже наверх, к храму Тунгнатх. Это вот выход наших утра, когда облака еще не поднялись, а мы уже поднялись немножечко. Тунгнатх – это один из пяти в этом регионе почитаемых храмов Шивы, вот, это самый высокогорный из них, там, 3700 почти, 3690, что ли, я точно не помню. Вот, и один, ну, второй, по-моему, по древности, вот, ему, по крайней мере, тысячи лет действительно есть. Вот, но, пока мы к нему шли, мы тоже проходили через эти леса, вот, это просто замечательные, ну, у меня, как у человека, которому хотелось собирать мох, да, вот такое, я без содрогания смотреть не мог, естественно, с каждого из этих деревьев я подергал, то есть, это не просто фотографии, это фотодокументация сборов. Не взвешивал, в килограммах немного, он сухой, вот, а вот так выглядела дорожка, да, то есть, это вот извилистое, извилистое, вымощенное камнем, поскольку, понятно, туда ходят паломники, это такой серпантин, вот, по которому долго, долго, долго поднимаешься, вот, проходя вот эти вот леса, эрдодендровые, проходя облака, ну, правда, облака вместе с нами поднимались, поскольку, как обычно, все это нагревается, облака начинают подниматься наверх, вот, в конце концов, они нас догнали, вот, но вот храм, как и все старые, настоящие индийские храмы, он очень маленький, простой, безо всяких архитектурных изысков, вот, перед храмом стоит изваяние быка, ну, это ездовое животное Шивы, вот, практически всегда, ну, там, в шиваидских храмах, вот, внутри служба шла, но снимать нам, естественно, не разрешили, вот, да и, сколько говорили, ничего особо интересного, то есть, там стояли бромины, пели какие-то, гимны, тихонечко, звонили в колокольчик, в общем, все как обычно, вот, дальше, в тот день, мы на самом деле, дальше не пошли, там можно было дальше к вершине, но мы уже застремались, потому что облака нас-таки догнали, и мы уже шли совсем в таком молоке, вот, как-то было несколько не по себе, зато на следующий день было очень хорошо, было солнышко, тепло, вот, и мы пошли в другое горное место, это горное озеро Деориа Талла, вот, это рядом, в общем, отдельная дорожка, вот, примерно такой же подъем, чуть пониже, чем этот храм, но было интересно именно к озеру, вот, тем более, что некоторым из нас хотелось собрать материалы из озера, Виктор Славович, в том числе, хотел очень собрать циклопов оттуда, вот такое озеро, очень милое, но, правда, оказалось, что, во-первых, подход к нему платный, вот, а не все об этом знали, и не все взяли с собой деньги, вот, ну, там, конечно, можно было пройти всякими обходными тропами, но тоже не все решились идти этими обходными тропами, но мы заплатили, мы честно заплатили, подбежали к этому озеру, я достал, значит, свои эти черпаки и сито, и тут же ко мне подбежали местные, значит, дама закричала, ну, то есть она закричала, что-то на своем, но я понял, что нельзя, это было понятно, вот, поэтому мы собрали обратно, оборудование, обошли вокруг озера, и там вот задели, вообще не видно, там мы решили, что все-таки можно, немножко мы собрали, вот, но не знаю, что будет, вообще, это очень интересно, у него дно очень плотное, глинистая, то есть плотно утрамбованная глина, ни песка, ни наилка практически, ничего, это как камень, я там поскреб, конечно, что-то такое, соскреб, но не знаю, что там будет, пока еще до этого я не добрался, а так, на самом деле, очень парадоксальное впечатление, потому что там наверху уже свежо, не жарко, какие-то, ну, такие горки, вот, на горках стоят кованые лавочки, со столик, ощущение, как, ну, не знаю, в Павловске, да, вот пар, дорожки, все, ну, удочка, где оплату взимают, вокруг деревья, вокруг озера, ну, единственное, что портило, ну, не портило, скажем, мешало это ассоциировать с Павловском, то, что по деревьям скакали обезьяны, вот, там было довольно много лангуров, но они были очень осторожны, мы долго стояли, ждали, зашли в лес, они вокруг нас ходили, они тоже стремались немножко, так похрюкивали, там, из-за деревьев выглядывали, но близко не подошли, потому что мы так и не дождались, у нас было какое-то время довольно интересно за ними понаблюдать, вот, ну, и оттуда, уже немножечко проглядывали такие настоящие вершины, но это снято так, уже чуть-чуть телевиком, ну, не телевиком, ну, в общем, зумом, да, то есть шеститысячники оттуда уже были видны, в основном они были в облаках, но чуть-чуть проглядывали, снежники, чувствовались в Гималайе, но на обратном пути нашелся ручеек, где можно было найти хороший такой крутный песочек, любимый моими зверями, поэтому тут я уж мимо пройти не мог, тоже взял материал, и когда мы спустились, внезапно оказалось, что мы приглашены на праздник в деревню, у них там ежегодный праздник пуджа, приношение, вот, как бы это ритуал, во-первых, призвание всяких, всех практически возможных богов, чтобы они обеспечили, так сказать, благорасположение и благодетствие деревни, вот, плюс выясняли волю богов на будущее, вот, граждане, которые стоят в оранжевых штанах, это брамины, вот, причем часть из них это гури, не гуру учитель, а гур, это, как бы, контактер, он впадает в экстаз, и начинает всячески пророчествовать, причем пророчествует он не словесно, а действий, вот, ну, я снял несколько роликов, но что-то мы с Ольгой подумали, что, может быть, это нехорошо публичность трансляции демонстрировать, так нам разрешили снимать, но не знаю, вот, в общем, они впадают в экстаз, начинают прыгать, кидаться рисом, поливаться водой во все стороны, вот, а старший бронин, который, ну, он немножко не очень хорошо, виден, он за этим всем внимательно следит, и записывает, чего куда, то есть, в какую сторону он там рисом кинул, сколько раз, в кого плеснул водой, там сказали, ни в коем случае, значит, не уклоняться, то есть, если там подошел в тебя кинул, ну, просто там голову пригнили, глаза закрой, не отбиваться, вот, и вот, их там было трое, каждый выступил со своей программой, немного отличающейся, вот, внимательно они это все записали, вот, было, конечно, ритуальное угощение, там, чем-то таком, ну, типа халвы какой-то, то есть, молоко с сахаром, сваренное в котле на огне, вот, в общем, тоже было довольно интересно, потом нам сказали, что, дорогие гости, на этом, значит, программа для вас окончена, можете идти, вот, мы тут продолжим свое. Ну, и мы на следующий день поехали уже дальше по маршруту, вот, следующая остановка была топовам, но по дороге мы выехали на такую замечательную смотровую площадку, повезло с погодой, облака разошлись, и мы видели вот эту Нандадеви, высочайшую вершину Индии, на горизонте, конечно, довольно далеко, но полюбоваться можно было. И пока мы на нее любовались, значит, мы были на двух машинах, вот, в одной машине наши коллеги оставили открытыми в окнах, вот, и тут же местные жители, вот, аборигены уже настоящие, вот, очень-очень быстро это обнаружили, и попытались машину взять штук, ну, значит, они утащили оттуда пачку салфеток, насколько я понимаю, влажных, вот, но отдали, убедившись, что несъедобным. Этот гражданин не участвовал в набеге, он контролировал со стороны, это старший, вот, на машину в основном в молоте набежало. Ну, вот, ну, и дальше потихонечку уже дороги становились такими вполне гималайскими, вот, после сезона дождей там все это со страшной силой размывается, вообще, ну, для меня, я там никогда не был, поэтому для меня это было таким, несколько сюрпризов, да, что Гималай – это такие вот горы-горы, огромные горы, но они совершенно, ну, не каменные какие-то, это вот осадочные породы, которые легко размываются, глина, мергель, какие-то вот эти постоянно сыпучие участки, то есть, там постоянно где-то что-то течет, где-то что-то обваливается, постоянно они это чинят, ну, вот, вот пример дороги, да, через дорогу поток, размывшую часть дороги, вот, но это еще не худший вариант, в общем, бывали места, где очень хотелось от двери машины отсесть подальше, чтобы не особенно, это видеть, и из Тополана мы поехали уже вверх по реке Даури Ганга, вот, мы хотели посетить, тоже еще одно такое место, как бы, ну, паломническое место, там некая ледяная пещера, вообще наша поездка, она официально была не экспедиция, она официально была такой туристическо-паломнической, поэтому мы по таким священным местам всяким ездили, и вот, и в том числе вот была эта пещера, я уже не помню, скажу честно, чем она была знаменита, но, тем не менее, тоже место поломнического, мы до нее не доехали, потому что мы вот в этот момент уже практически пересекли Гималайя, там они в этом месте довольно узкие, и вот, и тот район, где расположена эта пещера, это зона конфликта Индии с Китаем, территория, которая спаривается, как бы, воинами государствами, там периодически какие-то стычки, поэтому там воинская часть, шлагбаум нас остановили, вот, какое-то время пытались договориться, выясняли, действуют наши пермиты на эту территорию, не действуют наши пермиты, вот, потом было предложение, что кто-нибудь из них сядет с нами в машину и поедет до пещеры, посмотрит, чтобы мы не отклонялись, и как бы именно в пещеру, и вот, и более того, даже офицер сел в машину, или не офицер, но военнослужащий, и сказал поехали, ну, мы обрадовались, что все, все хорошо, поехали, оказалось, что мы не туда поехали, мы поехали на территорию части, где нас уже встретил, как бы, офицер более вышестоящий, всех угостили чаем, печеньками, очень мило поговорили, со всеми познакомились, да, но, в общем, в итоге, к сожалению, так он нас и не пустил, вот, он что-то там созванивался чуть ли не с Дели, там, беда в том, что начиналась большая двадцатка, естественно, по всем параметрам, да, прошло усиление безопасности и всего прочего, вот, и он решил, что риск, видимо, не стоит, вот, поэтому мы оттуда вернулись, в общем, не попав в эту пещеру, но с другой стороны проехали обратно, вот, ну, в принципе, понятно, это долина реки, где видно, как, ну, она течет, когда реально там идет большая вода, а когда мы были, там уже было довольно узенькое русло, основной поток спал, вот, и в целом, конечно, это другое совсем, потому что это уже дождевая тень, там уже сухо, вот, и, ну, мне было интересно собрать материал и там, потому что это ясно, что совсем другая климатическая зона, интересно будет сравнить с, как бы, с южными склонами, которые более влажные. А это вот на территории воинской части, ну, так, из-под полы снято, это условие, ну, скажем так, такая, ковик-компания офицерская, насколько я понял, там, столичка с пивом, репродукции, что интересно, европейских художников, по стенам висят, и вообще очень уютно. Ночью к нам пришел гость, точнее не к нам, а к соседнюю с моей комнату, где жили дамы, вот, дамы позвали на помощь. Ну, гость был довольно такой впечатляющий, надо сказать, как они сказали, он идет по стене и топает, вот, ну, где-то в размахе лап минус сантиметров 15. Вот, так я его по фотографии определил, это какой-то из этих, харнесменов, руков, которых часто показывают из Австралии, вот, я его поймал, но, вот, думал, честно говоря, законсервировать, у меня просто не было емкости подходящего размера, а в контейнере, как бы, в таком большом, он у меня просто ночь в номере просидел, утром я его выпустил по фотографии, вот, он ушел. Это был самец, вот, и для харнесменов, кстати говоря, он какой-то очень был малоподвижный, не знаю, может, болел, может, еще чего, но вообще они крайне бегучие и прыгучие, вот. Ну, и мы поехали дальше, и направились к еще одному священному месту, это священному городу Бодренатку. Вот, но по дороге мы заехали на еще один прояк, вот, это Рудропрояк, я уже не помню, какие реки там сливались, одна из них Алакланда, вторая, вот, не помню, Да, олигарка как раз, а, ну вот, замечательно. И тут мы спустились как раз к месту слияния и в какой-то момент мы поняли, что мы попали на похороны неожиданно, потому что так сверху не было видно, да и вообще не сразу было понятно, ну, горит костер, горит костер, мало ли что. В общем, костер там горел не просто так, но никто ничего, все было спокойно, на нас практически, можно сказать, не реагировали, вот, когда мы поняли, ну, в общем, по-тихому удалились, посмотреть на это. Ну и вот приехали в Бодринадх, это храм Шилы, вот, тоже один из таких очень почитаемых храмов, вот, опять же, он очень маленький, вот, внутрь мы не пошли, потому что, когда мы первые с ним подошли, был закрыт, когда он открыл, там безумная толпа, надо разуваться, в общем, как-то тоже желание не возникло, тем более, что внутри смотреть на большом счете там и нечего. Ну, вот, снаружи посмотрели, он такой очень симпатичный, да, это тоже один из древних храмов, но это уже не Шилы, это храм Дишн, да, это Нишнуитское место, хотя у них все это, конечно, перемешано и почитают они всех. Вот, ну и вот, собственно, это вид на Бодринадх, ну, немножечко поднялись по такому небольшому ущелью, ущелью, вдоль речки, вот, где там такие водопады, ну, это, правда, неестественные водопады, там, сброс с какого-то типа водохранилища наверху, ну, в общем, было так мило и красиво, это, ну, где-то уже 3, 3, 3200, 3600, я уже не помню, где-то так, выше, да, уже, вот, в принципе, там, сам город, он довольно старый, но, там даже не очень было интересно по нему ходить, потому что там гигантская масштабная реконструкция, там правительство выделило, я так понимаю, какой-то безумный, как бы, ресурсы, на то, чтобы Мадринат практически весь перестроить, потому что там везде стенды о том, какой здесь будет город-сад, все ломают старое, вот, то есть, там такая непрерывная стройка идет, понятно, что храм-то останется, но вот сам город, ну, и город, на самом-то деле, там, я так понял, что он не очень постоянный, то есть, он земной практически там никого и нет, то есть, это летом, на время паломничества, вот это вот существует, активная жизнь, как-то. Ну, это вот как ночью, этот храм подсвечивается, там все это переливается, ну, и так вполне симпатично. Ну, и на следующий день мы пошли, ну, это называлось выход в Невальную зону, вот, в общем, тоже по горам, выше лесной зоны, да, здесь уже такие чисто травы, где-то папоротники там по каньонам, вот, опять же, фотография масштаба не передает, вот эти, вот эта линия, эта дорожка, и, ну, где-то там, вот там на самом деле человечки, но их просто не видно, вот, это вообще даже не дорожки, это такая интересная система, каких-то акведуков, которые от водопада, который сверху спускается, там сделаны такие, ну, бетонные, сначала каменные, потом, видимо, уже позже забетонированные емкости, от них узенькие такие, разводятся канавки, тоже каменные, бетонированные, они идут по склону, петляя, вот, и вниз, рожая всякие там угодья, выращиваемые там такие террасные, небольшие, по сути, огородики, капуста растет, проса всякая, вот, но вот в этой части они были в значительной степени заброшены, то есть они были сухие, и вот, но по ним можно было идти, вот, по склону. Ну, вот, Оля побежала выше, пока я шел неспешно по этим эквендукам, она, значит, рванула вверх по склону, и поднялась значительно выше, это ее фотография оттуда, вот, но принципиально там, конечно, ничего другого, то есть принципиально отличного не было, но виды очень красивые. Вот такие вот пространства, это долина, это нет, это не долина, Сарасвати, это что-то впадающее, видимо, в нее заняло. Вот, а потом мы пошли в еще одно святое место, как ни странно, пещера Вьясы. Вьяса – это тоже такой крайне почитаемый мудрец, пожалуй, самый почитаемый, потому что это автор, во-первых, всех вет, вот он лично, ну, как бы, согласно традиции, да, вот лично Вьяса написал все веды. Вот, к нему приходил бог Ганеша со слоновей головой, вот, и диктовал ему. И вот он сидел в этой пещере и записывал эти веды. А потом он еще написал так, заодно, ну, типа, сдачу он написал и Махарат. Да, значит, вот это самое Махарат. Но с ней ему было проще, там диктовка была не нужна, потому что, ну, кто в курсе, там воевали два рода, да, Пандавы и Кауравы. Вот, так вот, он им приходился обоим дедушкой, они родственниками были, вот, двоюродными, а он был дедушкой, как Пандавов, так и Куравы. Поэтому, в общем, это была такая семейная история, ему было просто достаточно записать. Вот. Ну, понятное дело, что это все такие легенды, и пещера-то, на самом деле, насколько можно понять, значительно моложе, чем с веды, вот, но, довольно интересно, и место паломничества крайне популярное, вот тут видно, это возвращающиеся как раз с паломничества местные жители, ну, точнее, не местные, там огромное количество индийцев снизу, из вот этих нижних, нижних регионов, вот, они все простуженные, они дико кашляют, вот, и когда мы залезли в эту пещеру, сначала было хорошо, там был никого, только мы, и, значит, некий уважаемый Джи, который нам рассказывал историю, мы, правда, не все понимали, что он говорил, по-моему, ничего не понимали, вот, но было видно, что он рассказывал. Вот, а потом пришли паломники, набились туда как селедки, и все стали дико надрывно кашлять, и мы поняли, что нам оттуда надо бежать. Ну, и дальше, собственно говоря, было уже приближение к кульминационной точке нашей поездки, да, собственно, как главная цель, это была вот эта долина цветов, вот, такое место в Гималайях, где, якобы, совершенно фантастическое разнообразие цветущих растений, вот, ботаники очень туда тоже хотели попасть, вот, и там надо было идти тоже довольно далеко пешком, вот, причем багаж уже завозить туда не могли машинами, машины туда не ходят, вот, поэтому там были носильщики, вот, значит, вот эти вот носильщики, с которыми Надежда договаривается, носильщики с корзинами на плечах, причем они могут носить не только вещи, они могут носить людей, то есть есть корзины, куда можно сесть, вот, и он тебя на спину воззнет и вперед поскачет, вот, кто не хочет в корзине боиться, есть кресла, вот, которые несут четверо носильщиков на плечах, вот, по этой узенькой тропе, бодренько тоже скачут в ногу, вот, есть еще лошадки или булы, вот, на них тоже можно ехать, вот, да, я понимаю, что некоторые умиряются, слушай, они так пахнут, вот эти лошадки, что просто к ним подходить опасно, нет, не как все, я лошади, бонял, но, в целом, вот, дорога довольно долгая, длительный подъем, очень красивый, конечно, да, вот сами по себе эти горные долины, вот, она, в общем, более-менее обустроенная, там тоже проложены эти каменистые дорожки, поскольку это маршрут не только туристический, сама долина цветов, она как туристический объект недавно сделана, вот, а там еще есть место паломничества, то есть до этой деревни, вот откуда идет путь в долину цветов, там есть вторая дорога на горное озеро, где стоит гурудвара ситхов, вот, священное озеро, где сидит их гуру, и все ситхи должны обязательно туда ходить, поэтому туда идет мощный очень поток паломников, и, я так понимаю, ради них в основном эта дорога и сделана, вот, она, ну, лошадки, они, понятное дело, за собой оставляют следы своей жизнедеятельности, вот, поэтому там на дорожках есть уборщики, которые стоят с метлами, вот, причем в основном они стоят попарно и треплются, вот, как только они видят кого-то, кто идет, они начинают прихорадочные мести, вот, потом подбегают в бакшиши, вот, у них такая вот работа, вот по дороге, тоже такое довольно интересно, это, что скажешь, что это? Понятно, с ногами нет? Нет, мы не с ногами, все нормально, это вот такая свисонависающая часть скалы, это горные пчелы, вот эти самые, как в Мауле, то есть это соты, а соты, причем покрыты слоем этих пчел, все шевелится, но они довольно высоко, на самом деле, это на максимуме они вообще довольно агрессивные, да, то есть вот здесь просто хорошо, что они высоко и в общем не трогают, вот, они, тем не менее, мед собирают, вот местные жители, это горный мед, правда говорят, что им лучше не злоупотреблять, потому что там еще много эфедры растет, и они собирают в том числе и на ней, вот, как бы, результат может быть неожиданным, употребление этого медиа, вот, ну вот мы шли и пришли бы вот в эту деревню к Хангарию, расположились и, в общем-то, первые, вот как, ну пришли бы практически уже к вечеру, отдыхали, собирались силами на следующий выход, вот, и на следующий день пошли в долину цветов, вот, дорога тоже была довольно длинная, она была неожиданно длинная, потому что короткую дорогу, которую планировали, оказалось, что ее снесло очередным, значит, этим обвалом в сезон дождей, вот, и проложена новая дорога, которая была очень длинная и такая весьма заковыристая, но тоже уже камешками выложенная, вот, а это с нами был натуралист местный, который нам рассказывал всякие достопримечательства, правда, рассказы о достопримечательностях в основном сводились к тому, что здесь можно сместить. А надо сказать, что в целом вот у меня стойкое ощущение было в этой, ну, по дороге к долине цветов, что это практика по ботанике первого курса, потому что для Индии это все экзотика, конечно, но для нас камнеломка, щавель, чабрец, какой-нибудь там гречишник, все родное, не дотрогай им, патент, да, в общем. Понятно, что есть там можно все, вот, там, вплоть до решайников на камнях, вот, но вот мне, я так понял, что удалось его удивить, когда я сказал, что можно еще березовый сок собирать, а березы там растут, там другой вид, они здоровенные, там в три обхвата, вот, но тем не менее березы, вполне видно, что береза, вот, я ему сказал, что можно вот весной дырочку пробить, там сок капает, очень вкусно, он обещал попробовать, не знаю, надо будет с ним по весне списаться, вот, так было, в общем, довольно интересно. А когда мы пришли уже, собственно, к этой долине, вот это вот практически вход в нее, сели облака, холодно, сыро, дождь, ну, в общем, камни скользкие, а главное, что мы увидели, что никаких там цветов, вот, там даже есть стенд, но он уже, к сожалению, на входе, ну, в этот поселок, да, там слева фейковые фотографии из интернета, долины цветов, а справа, значит, настоящие фотографии, в интернете гораздо красивее, но на самом деле к реальности это мало относится, ну, и там есть, конечно, сезон, когда цветы там по весне, в начале лета, но в основном там, конечно, такого вот прямо уж гуйства красок нет, а когда мы там были, там все, ну, вот, собственно, сама эта долина, да, вот, все было заросшее вот этим вот гречишником, вот, полтора человеческих роста, и, в общем, лезть в эти мокрые заросли ради вот только этого гречишника как-то желания не возникло, поэтому мы, ну, не все, как бы, Андрей Сачев сбегал до самого конца этой долины, он сказал, что тоже ничего там, ничего другого там и не было, и вот, а мы постояли на это, посмотрели и пошли обратно. Ну, вот, на следующий день мы немножко погуляли уже просто вокруг этой деревни, это горный лес, вот там вот так, вот это дерево клен, да, то есть там вот такие клены, ольха там тоже такая же, то есть там как-то, как какие-то формы гигантизма все это принимает, вот, и кедры, гималайские кедры там тоже растут, вот, очень такой интересный горный лес, но опять же тоже мха там подергать вполне себе можно было, чем я успешно и занимался. Ну, и под конец уже нам организаторы сделали подарок, ну, это чисто вот такой эстетический подарок, это деревня Паори, отель на вершине практически, вот, на верхнем этаже отеля, замечательная терраса, где мы жили, оттуда потрясающие виды вот просто на Гималай, да, вот на эти хребты. Это мы приехали вечером, то есть, на самом деле, была точка просто ночевки, по сути дела, вот, мы приехали, это мы вечером любовались, вот, а потом так это выглядело утром, когда облака еще не поднялись, вот, изумительно совершенно, вот, ну, и дальше мы поехали уже спускаться, то есть все, кульминация была пройдена, все, что можно, мы бы посмотрели, вот, дорога обратно, она была в значительной степени вот такая, то есть, в облаках и по горам, ну, почти ничего и не видно, ну, понятно, там периодически что-то прояснялось, но, в целом, ничего интересного, и, в общем-то, дальше смотреть особо было нечего, мы приехали в Решикеш, переночевали, там отдохнули, поехали в Дели, у нас был день в Дели, вот мы погуляли по Дели, ну, тут уже такие стандартные, туристические достопримечательности, да, это вот минорет Кутаб-Минар, это самый высокий в мире кирпичный минорет, ну, в чем строился он долго, вот эти вот его части, да, это разные, как бы, владыки его достраивали, надстраивали, вот, ну, он 70, что-то 75 метров, вот, рядом есть недостроенный, заброшенный, была попытка построить минорет в два раза выше, но от него вот остался только такой недостроенный пень, вот, потом что-то сдулись, вот эти, вот эти, был замечательный колодец, вот, колодец Аграсены, вот это все, это ниже уровня земли, то есть это ступенчатый колодец, это такая, в общем, ну, более-менее специфически для этого региона форма водоснабжения, когда выкапывается глубокая-глубокая, ну, как, выемка в земле, да, причем она облицовывается, вот, красиво, все, и там есть ступени, которые позволяют спуститься к воде при любом уровне стояния этой воды, это средневековье, вот, вполне себе такое, вот, но тоже достаточно интересное, можно там сходить, почти до самой воды, вот, а там дальше, кстати, какой-то интересный внутри лабиринт, но туда просто уже нельзя, можно посмотреть. Это соборная мечеть, Дели тоже, 17 век, но впечатляющее здание, на момент постройки, она была самой большой вообще на индийском субконтиненте мечетью, понятное дело, что сейчас уже есть и побольше, вот, но она огромная, действительно, но очень вокруг грязно, вот это, конечно, поразило, какие-то некоторые достопримечательности, просто вот по этой части выделяются, а с другой стороны, вот, сихская гурудвара, вот, очень чисто, просто идеально, причем, поскольку там ходишь босиком, да, как много где в Индии, да, храмы, ходишь босиком, вот, но там есть места, например, где кормят, ну, всех желающих, там есть гигантские столовые, куда можно прийти, вообще не спрашивая, какого-то вероисповедания, тебе лепешку дадут, там, риса насыпают, что-нибудь такое, вот, так вот, когда ты из этой еды не выходишь, и по дороге к храму, там такие мелкие бассейны, вот, через которые надо обязательно пройти, помыть ноги, вот, ну, как, ну, у нас в советское время бассейны, как бы, просто было между душевой, собственно, бассейны, такие штуки, вот, ну, и сами гурудвара, внутри, конечно, очень интересное, все золотое, вентиляторы, сидят люди, слушают, там транслируется книга, их священное писание, значит, на стенах большие экраны выводятся, строки, соответственно, как бы, почтенный гуру читает, вот, книга у них, как человек, то есть, днем она работает, ее читают, вот, она там, ну, на чем-то типа алтаря, а на ночь ее кладут спать, там рядом комнатка, кроватка, вот, и туда в кроватку книгу кладут, вот, утром ее будят и выносят для чтения. Ну, и там замечательный, тоже священный водоем, как бы, считается, что надо там совершать омовение, и вот, но тут уже, это именно только для сикхов, вообще, там было достаточно жестко, за туристами приглядывают, одевают в туристов, то есть, мне выдали штаны специальные, красные, вот, там есть специальная комната, где туристов, неподобающие одетых, чтобы войти в двор, значит, им выдают подобающие одежды, поэтому мне намотали тюрбан и выдали штаны красные. Да, 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 вот это открыто. Ну, у меня в ВКонтакте есть санат. Потом покажу. Потом все это забрали. Штаны, очень жалко было расставаться, штаны замечательные, но там жестко все. Вот, ну и итог. Здесь вот карта и точки сбора материала, да, вот здесь, кстати, хорошо очень видно, что практически через все Гималайи, да, вот он, Ишикеш, Придгорье, и вот, 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 и уже вот досюда, ну, практически так, Гималайя. Да, то есть, такая хорошая, вполне себе получилась трансекта. Вот, и, ну, когда мы это дело обработаем, мне кажется, будет довольно интересный результат. Не знаю, когда это случится, вот, но, по крайней мере, я знаю, что есть уже предварительные научные результаты, из этих проб выведено огромное количество амек, коллегами протестологами, вот, так что кроме тихоходок оттуда будут еще и омелы. Ну, вот, собственно, и весь рассказ. Здесь есть несколько экспонатов, которые можно посмотреть. Это раковина из Ишикеша. Она вообще, это ритуальный предмет, это же не просто раковка. И в нее можно вот так бородать. Это морская. Это морская. Это вообще австралийская. да, как они, Сирингс, Аурантус, как так называется. Самая большая гастропода в мире. Это не самая большая, которая вообще есть. Вот они такие там. Ты для музея принес? Нет, это я себе принес. Извините. Ты поощряешь, что-то, 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 они, кстати говоря, я так понимаю, не занещены никуда. Вот, этих зверей на лаву. Их много. Не раз бы таких обраданий видел, сколько там нырял. И эта катастрофика бы села в тюрьму, если бы возил эту сверенную. Слушай, их там столько лежит и их столько продают в интернете. Это запрещено. У тебя не было до чека на нее. Сейчас я ее купил в Индии. А ловят их в Австралии и Новый Зеландии. да, именно. Ты, в общем, больше так никогда не делаешь. Ты сядешь. В Индии? Это катастрофа. В Индии? Не спеши. Ладно. Спорить не буду. По-моему, в Индии всем абсолютно наплевать, что ты везешь. Но это другое развлечение. поющая чаша. Инструмент для медитации. Ну, это поет, не сказать, что прямо очень здорово. Вообще, большие поют гораздо более гармонично, но они, зараза, сильно дорогие. Готов ответить на вопросы, если есть. Сколько у вас было пешеходных дней? Да, я так, честно говоря, не вспомню. В основном-то мы ходили, на самом деле. У нас были несколько длинных переездов. Побольше было таких пешеходных. Ну, вот чисто, да, но и другие другие дни мы тоже ходили, в общем, но так, по округе. А делаем ничего? Вот и это там практически везде было. Ну, с разной степенью комфорта, да, то есть там наверху, где-то Долина Цветов, там негорячие воды, периодически свет отключался, и вообще было довольно холодно, и вот поэтому так вечером только горячим чаем и под два одеяла и там лежать. Веда была местная? Да, да, ну, вполне. Ну, кому как, то есть, скажем так, там всегда есть какой-нибудь вариант, который приемлем, да, то есть там тот же рис, лепешки, вот, то есть любителям экзотики, конечно, там и острого можно, безусловно, без вопросов найти. Кто острое не любит, как я, да, там приходилось отбиваться, естественно, от этого. Ну, а совсем там экзотики тараканы через лет? Нет, такого нет. Ну, во-первых, там не было никакого мяса практически, поскольку это паломнические пути, и там же полное неприятие, то есть там даже яйца, ну, яйца были, да, но так не очень официально, да, где-то нам так из-под полы и курицу готовили, вот, но в целом там довольно жестко в этих местах, с мясной пищей не очень. Чем рамена брахмана одно и то же, просто разное прочтение. Благодарим. 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 va. Спасибо. Вот именно потому, что ей не надо покупать. Вот в чем дело, они уже все лапки.